Музыка Быть педагогом — это даже не профессия, это призвание. Особая миссия — преподавать творческим людям. Ведь здесь задача не только поделиться знаниями со своими учениками, но и заразить их своим отношением к предмету, раскрыть талант, подарить им крылья на всю жизнь. Ну, конечно же, педагогика сама по себе очень увлекательна. Иногда так увлекательно, что не слышишь звонка между часами работы со студенческой аудиторией или со школьной аудиторией. Но вот высшее наслаждение, когда студенты перестают обращать на это внимание и готовы сидеть и слушать, а для этого нужно их увлечь. И вот эта вот увлеченность обязательно должна быть в работе педагога. А для этого нужно уметь в себе воспитать вот это стремление к удовольствию, к подаче информации. В 2021 году Юрию Петровичу Аравину исполнилось 80 лет. Благодаря его любви к казахской музыке, миллионы наших соотечественников стали музыкантами и музыковедами. Он не только преподавал музыкально-исторические дисциплины в учебных заведениях Казахстана, но и создал циклы программ для телевидения и радио. Музей звуков, малая антология казахской музыки, степное созвездие, которые пользовались любовью телезрителей всех возрастов в течение десятков лет. Согласитесь, друзья, приятные родные звуки. Юрий Петрович признается, что любовью к казахской музыке, так же как и любовью к преподавательской деятельности, заразился от отца. Отец у меня музыковед и достаточно известный не только в Казахстане, но и в России. И вот в 46-м году отец встретился с Ахмед Конычем Жубановым в Москве. В Алма-Ате в это время Ахмед Коныч со своими коллегами создал консерваторию. Создавая консерваторию, нужно было искать кадры соответствующие. И он нашел моего отца в качестве кандидата на заведующего кафедры истории музыки. Была создана кафедра истории музыки в консерватории, которую отец возглавил. Но, приехав сюда, он, естественно, не мог не увлечься казахской музыкой. И на его примере, соответственно, я тоже становился педагогом. Потому что я со второго курса уже работал в музыкальной школе. Считал музыкальную литературу, сальфеджио, теорию музыки и прочее. Ну вот, постепенно ходил в ремесуло педагогики. Но мне нравилось именно под его влиянием просветительство особенно. Юрий Петрович никогда не был кабинетным специалистом. Его жизнь прошла в разъездах. И нет такого уголка Казахстана, где бы он ни побывал со своими исследовательскими экспедициями. Множество педагогических секретов Юрий Аравин позаимствовал, конечно, прежде всего у отца. Но его учителями были не только профессиональные музыканты, но и казахские акуны. Я всегда поражался вот этому мастерству, идущему от народного искусства профессионального. Потому что народный музыкант, он не только музыкант. Он великолепный просветитель. Все абсолютно профессионалы устной традиции были просветителями. Сначала он рассказывал о себе, о своих друзьях-музыкантах, об этом произведении, об обстоятельствах получения и прочее. Говорил. Говорил, причем мне тогда довольно долго, и было очень приятно это слушать. А потом произносил сакраментальную фразу, а теперь послушайте, как об этом расскажет моя добра. Этот прием Юрий Петрович взял на вооружение и использовал не только на своих уроках, но и в эфире телепрограмм. Поэтому ему приходилось постоянно изучать и записывать истории о создании музыкальных инструментов, легенды о происхождении песен, приключениях известных казахстанских батыров и акинов. Юрий Аравин стал не просто музыковедом, но и настоящим историком, фольклористом и просветителем. Секрет собственного успешного педагогического опыта Юрий Петрович сформулировал так. Нужно всех влюбить в свой предмет. Для того, чтобы полюбили, нужно самому любить. Вот я приведу пример. Вот я как-то писал о музыкальных инструментах войны. Война. Это значит, ура, алга, да? Ну, можно, а какие инструменты? Ну, соответственно, дабу, полтора метра диаметрия барабана. Хотя был и шин такой. Это все военные инструменты. Вдохновляющие, призывающие и прочее. Но я рассудил, что война – это не только алга, ура, вперед, но и воспевание подвигов. Это оплакивание павших. Кстати, использование поэтических строк в своей речи – это еще один педагогический прием, который известнейший учитель перенял у своего отца. Любовь к музыке Юрий Петрович смог передать дальше по наследству – своей дочери Ирен. Сегодня она хорошо известна жителям и гостям Алма-Аты как джазовая певица. Хотя Ирена, как и ее папа, настоящий универсал. Она не только певица, поэтесса, но и педагог. И как любой учитель, она опирается на педагогический опыт прошлых поколений. Особенно, когда лучшие его примеры собраны в твоей семье. Диана Шарапова – известная казахстанская певица, которая неоднократно участвовала в певческих конкурсах, таких как «Екэжолдэс», «Новая волна» и шоу «Голос в России». В какой-то момент пришло понимание и желание открыть школу вокала. Ирена Шарапова – «Голос в России» Началось все с вокального продюсирования профессиональных артистов. Когда приезжал артист на запись в моей студии, и нужно было ему придумать вокальную партию. Сейчас в современном мире это называется вокальная аранжировка, когда ты продумываешь, как петь. Ведь спеть одну и ту же партию можно по-разному, есть миллион вариантов. Творческие люди умеют слушать себя, свой внутренний голос, который приведет к новым берегам. Так для Дианы интересным этапом стала педагогика. И преподавание настолько ее захватило, что она решила открыть школу вокала. Причем не только для профессиональных певцов, но и для тех, кто просто хочет научиться петь для себя. Диана разработала авторскую методику обучения, позволяющую открывать таланты даже у тех, кто уверен, что у него нет ни слуха, ни голоса. Классно получилось, да, пять? Супер! Когда человек говорит, у меня нет слуха, или у тебя нет голоса, давайте зададим два вопроса. Отправная точка. Вы меня слышите? У вас есть слух. Вы говорите, я понимаю вашу речь, у вас есть голос. Если есть две исходные точки, вы слышите и вы говорите, вас слышат, вы можете приходить на вокал и тренироваться. Если вам говорит преподаватель, у вас нет слуха и голоса, к сожалению, при всем моем уважении к, скажем так, системе того же советского образования, нужно признать, что в данном случае преподаватель таким образом дает оценку своему профессионализму. Во время нашего интервью Диана напомнила, что раньше в Европе музыкальное образование являлось обязательным для всех аристократов. Конечно, не все обладали уникальными голосами и безупречным музыкальным слухом. Но петь и играть на фортепиано умели все без исключения. Получается, что от природы все люди музыкально одаренные. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Поэтому, да, я заявляю, что научить петь можно любого человека. Другое дело, а какой срок? Норма. Кто устанавливает эту норму? То есть, если пришел одаренный ребенок, он дисциплинирован, и его родители мотивированы, у них есть возможности, это означает, что в течение года у нас будут невероятные результаты. Сегодня многие ученики Дианы уже занимают призовые места на вокальных конкурсах. А она продолжает свою преподавательскую деятельность, совершенствует авторскую программу обучения и радуется успехам своих студентов даже больше, чем своим. Безусловно, есть два сегмента учеников, которые вдохновляют. Первый сегмент, и самый сильный для меня, это те, кто побеждают на конкурсах и берут гран-при. И когда ты понимаешь, что вот человек сегодня на репетиции в шаге от победы, а завтра идет этот конкурс, и вот оно, гран-при, ну, это прям физическое удовольствие. И есть второй сегмент, это представьте себе, что приходит человек, который просто не попадает в ноты. Либо у него идет несмыкание в самой популярной первой октаве, это получается речевой регистр. Вот как мы говорим, так мы поем. А у него тут бац и слезы, и ему больно. И ты начинаешь штудировать статьи, изучать анатомию, подбирать именно к нему, именно его распевки, которые подойдут именно вот к этому артисту. У меня был такой уникальный случай, имя называть не буду, но артист очень сейчас популярный, у него все окей, и действительно, вот я столкнулась с такой проблемой. Сегодня учиться вокалу приходят не только дети, но и взрослые. Политики, бизнесмены, ведущие радио и телепрограмм. Ведь пение — это прекрасный способ снять стресс, расслабиться. При помощи пения можно привести в порядок легкие, улучшить кровообращение и цвет лица, исправить осанку, поставить профессиональную дикцию и разговорную речь, даже исправить такой дефект, как заикание. Во время пения активно работает диафрагма, тем самым массируя внутренние органы. Кстати, звукотерапевтическую практику использовали в древности и до сих пор используют в Индии и Китае. Опыт в нашей школе есть, работа с детьми и взрослыми с ДЦП. Здесь, конечно, безусловно, отдельный подход, потому что здесь больше не тренировки по вокалу, а, конечно, больше терапии. У нас на гитаре играет особенный парень. Я сейчас веду переговоры с родителями. Когда он будет готов, он откроет свою YouTube-страницу, для того, чтобы вдохновлять ребят, что можно заниматься вокалом, музыцировать и чувствовать себя окей. При этом он играет в лайфбенде нашей школы с обыкновенными ребятами, и он занимает серьезную позицию соло-гитары. Если вы решили выступать на сцене в качестве певца или мечтаете стать педагогом, то придется осваивать актерское мастерство. Ведь задача преподавателя – завлечь слушателей. И в этом сложном деле пригодится все. Умение правильно ходить, жестикулировать или играть мимикой. Конечно, если вам уже немного за 30, то учиться лицедейству будет сложнее, чем в детстве. Специалисты считают, что занятия по актерскому мастерству следует начинать в 5-7 лет. Я сама посещала в раннем возрасте театральную студию. И я прекрасно помню, насколько много это дало мне, даже не в профессиональном смысле, а в смысле человеческом, в смысле коммуникации, в смысле вообще мира и восприятия. Я до сих пор помню своих преподавателей театральной студии, и для меня это близкие люди. И мне очень хотелось передать вот этот свет. Конечно, малыши еще не задумывались о будущей профессии. И далеко не все из них посвятят свою жизнь сцене. Но в любом случае занятия в театральной школе помогут им раскрыть творческий потенциал, запустят тонкие механизмы творчества и креатива, умение владеть своим телом и голосом. В ходе игровой деятельности малыши смогут повысить свою самооценку, научиться выступать перед большой аудиторией. Они поймут, что интересно окружающим. И это поможет в дальнейшем становлении личности. У меня есть настоящая победа. У меня ученик, который очень боится громких звуков. Мы не знали об этом, что у него есть такой страх, такая боязнь. Он испугался, убежал, открытый урок был сорван. Я думала, как же так сделать, потому что мы работаем с материалом, и вроде как и музыка нужна, и звуки нужны. Как-то нужно научиться с этим, жить, работать дальше, потому что он все-таки пришел на следующее занятие. И для меня было огромным счастьем, моим как преподавателем. Теперь я вижу, что ребенок перестал бояться. Этот страх исчез. Сама Наталья, получив актерское образование в Санкт-Петербурге, вернулась на родину, в Казахстан. Сейчас она играет в Национальном академическом русском театре драмы имени Лермонтова. Но это по вечерам. А вот днем она становится лучшим другом и наставником для своих веселых и артистичных учеников. Дети очень верят всему, что ты делаешь, что ты им даешь. Они как губка, они впитывают, они открыты. И огромная-огромная ответственность не обмануть, не подвести. И ты должен быть честным, искренним, работать на 100%. Если же ученик театральной студии все же решит продолжить актерское образование, то ему придется освоить такой предмет, как сценическая речь. Сцена речи — это то, чему актеры должны уделять большое внимание и заниматься ежедневно на протяжении всей карьеры. Да и нам, рядовым гражданам, не помешает. Ведь умение красиво говорить и правильно расставлять акценты в речи — это необходимый навык общения. Один из самых известных преподавателей Казахстана, профессор Дарига Туранкуловна, сама постоянно учится. Хотя она сама и автор многочисленных учебников и монографий, учебно-методических пособий, но до сих пор находит новые грани в своем предмете. Я окончила тогда театральную кафедру, театральный факультет, при консерватории была, именно Курмагазы. И я туда поступила на актерское отделение. И закончила я актрисой. Актриса тогда актер, драматический театр и кино написано было у нас в тюблоне. И тут наш ректор, тогда известный Айзахмед Нажбанова, и мой педагог, заслуженный деятель, профессор Рабиха Мукаевна Ханбаева, они меня уговорили, оставили меня по рекомендации, чтобы преподавала я синистский рейс. Получив дополнительное образование в Москве, Дарига Туранкуловна вернулась в Алматы. За время своей многолетней деятельности она отточила навыки педагога и разработала собственную методику обучения. Студенты с радостью встречают ее на занятиях. Ведь то, что рассказывает профессор, больше нигде не услышишь. Сейчас все путают. Синистская речь, ораторская речь. Ораторская речь – это человек уже импровизатор. Он может вообще весь три бумаги удержать. Синистская речь – речь тоже должно быть в динамике. Методика показала. Начальная работа студента, значит, прежде всего, сделать легенический массаж, вибрационный массаж, расслабить свое тело, расслабиться, освободиться от напряжения. Прежде чем перейти к занятиям по сценической речи, необходимо научиться управлять своим телом. Как правильно держать голову, чтобы звук был громче или тише? Как плавно переходить из головного регистра в грудной? Какой должна быть осанка, чтобы добиться определенного звучания? Сколько воздуха нужно вдохнуть, чтобы выдоха хватило на полную фразу с интонациями и даже как управлять своим языком и губами? Нюансов много. А упражнения только на первый взгляд легкие. На самом деле, это огромная нагрузка на организм. О твердости мускулатуры актеров может позавидовать любой спортсмен. Сейчас с нынешними студентами мы работаем прямо додетально. У меня четырехтомная книга есть, я сама написала. Где, значит, резонатор, где грудной регистр, где средний регистр. Вот мы сейчас с вами на среднем регистре разговариваем. Для чего мы должны использовать грудный регистр? Если вот сейчас мы работали, там, АСАУ, ТЕРЕК, ДОЛДАНОВ, я голос отпустила, грудь, АСАУ, ТЕРЕК, ТЕРЕК. А средний регистр, я с вами говорю, Настя, как у вас дела? Как вы поживаете? Все нормально? Или там радостная, влюбленная там сцена. Эй, эхе-хе-хей, Хоза, Баян! И там уже пошел голос вверх, понимаете? Для любого преподавателя главная радость – это успех его ученика. Выпускники Дориги Туранкуловны сегодня работают во всех казахстанских театрах и снимаются в кино. Ее причастность в качестве педагога профессионалы легко узнают, когда видят и, главное, слышат тех, кто учился у профессора Туранкуловой. Именно ради этого каждый из наших героев готов просиживать ночами над практическим материалом в поисках интересных фактов и подробностей, чтобы открывать перед своими студентами двери в новый для них мир знаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова